Всем привет, дорогие мои подписчики! С вами сегодня Светлана Госпорович и я хочу немного рассказать о себе. Я люблю заниматься творчеством и уже очень давно я шью. То есть я уже давно умею шить. Шила я дочке наряды, себе наряды, шила наряды своим близким, знакомым, но совсем недавно, в начале 2017 года, то есть это было несколько месяцев назад, учительница моей дочки из гимназии, объявила о том, что в самой гимназии будет проходить такое мероприятие, как выставка, посвященная второй жизни старым вещам. И зная, что я шью, она, конечно, ну, оповестила меня об этом. И честно сказать, я так загорелась этой идеей, чтобы сшить что-то из старых джинсов. И когда я начала готовить свои работы, я их еще и снимала на камеру. Вот таким вот образом появился мой канал на Ютубе, то есть он у меня был до этого, да, но он так, любительский. Появился мой канал на Ютубе, посвященный моим творчеством, моим мастер-классам, которыми я теперь делюсь с вами, с большой-большой-большой радостью. И те работы, которые сейчас я делаю, вы их видите по моим мастер-классам. И сейчас немного я хочу сделать такой экскурс, да, экскурсию такую провести по моим мастер-классам, которые меня уже вышли, и по моим работам, которые я сделала. Это будет несколько совсем работ. И таким образом вы будете иметь небольшое представление о моем канале. В своих мастер-классах я показываю, как делается такую вот игольницу. Вы увидите. Ссылки я буду отправлять. Очень-очень удобная игольница на самом деле. И она очень красивая. Как приятно, когда она стоит на твоем рабочем столе. Ее можно сделать для себя, если вы мастерица, даже просто куда деть ваши булавочки, да, иголочки. Конечно же, их нужно хранить в игольнице. А можно это и подарить. Делается она очень быстро. Здесь не нужна ни швейная машинка, ни иголка, ни нитка. То есть она делается очень-очень быстро. Обязательно посмотрите. Я думаю, вам понравится. Если понравится, ставьте лайк. Ну, и еще одна из моих работ, это одна, можно сказать, интересная работа. Это вот такой вот ежедневничек. Делался он тоже без иголки и нитки из старых джинсов. Украсила я его пайеточками. А внутренность нашего блокнотика мы тоже сделали сами. То есть вот эти вот все листочки мы сделали сами. А если вы любите также ежедневники, как люблю я, как люблю их я, то обязательно посмотрите данный мастер-класс. Я думаю, вот тут очень много найдете полезного. Еще один интересный мастер-класс, который сейчас пользуется очень большой популярностью, это вот такой вот рюкзачок. Он очень удобный. Его просто сейчас не снимает с плеч моя дочка. Она его обожает. Он на самом деле очень вместительный. Мы когда поехали в деревню и начали собирать вещи, и она все практически свои вещи сложила сюда. Ну, он, конечно, был таким позатеньким, но он очень вместительный. Есть лямочки, да, которые регулируются, ручка, его можно просто так носить, ну и яркая-яркая подкладка. Затягивается он вот на такие фиксаторы. Есть, конечно, небольшие пожелания от дочки, чтобы вот эту вот липучку убрать, потому что вот эти вот шнуры, которые есть, они немного потрепались. Ну, это дело можно исправить, конечно. Ну, и вот такой кармашек на кнопочке. Мне очень нравится этот рюкзак. Он, на самом деле, очень-очень классный, яркий и по-настоящему летний и стильный. Так. Ну, еще несколько работ покажу. Остальные все работы вы можете посмотреть у меня там под видео. Вы их увидите, либо зайдите в плейлисты и там найдете остальные мои мастер-классы. Кстати, два раза в неделю у меня выходят новые мастер-классы каждый вторник и четверг. Так что обязательно, если вы не хотите пропустить мои новые мастер-классы, нажимайте на колокольчик, который находится под видео, вы его увидите чуть-чуть справа. Подписывайтесь на канал и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы, потому что идей у меня очень-очень много. Осталось только найти время, чтобы их воплотить. Еще хочу рассказать, это тоже очень уникальная и интересная и оригинальная вещичка. Это вот такой вот пенал. он тоже очень-очень удобный. Я могу о многих вещах так говорить, потому что это действительно так. Каждая вещь, она готовится, ну, не просто так, вот взяла, захотела и сделала, лишь бы только отвязалась, да, и сделала мастер-класс. Нет, каждой вещи, каждой вещи я подхожу очень-очень, ну, душевно, трепетно, я разбираю, чтобы она была очень удобной, комфортной. Это очень важно. И плюс еще, чтобы ее, ну, можно было несложно сшить. Так вот, вот этот пенальчик, он яркий, да, и он очень мистительный. Им тоже пользуется сейчас моя дочь. Я прямо сейчас рюкзак вырвала. Смотрю, она здесь вот что-то тут хранит в нем, ластик, да, точилку иногда она сюда кладет. То есть у нее есть и ручки, и карандаши, и линейки, даже ножницы сюда помещаются. И сколько еще остается места, чтобы положить и хранить здесь вещи. Открывается он очень удобно. И вот такой вот маленький. Его классно, красиво поставить на стол, и таким образом он украсит ваш рабочий стол. Да, и вот так вот он еще может стоять. То есть вот так вот вы его можете поставить вот таким вот образом. Можете вот отогнуть. И также вы будете видеть все ваши ручки. Вам понравился данный пенальчик? Тогда обязательно ставьте лайк и заходите смотрите мастер-класс. Ну еще я хочу не рассказать о нескольких вещах. Тоже очень удобная вещь. Это вот такой чехол для телефона. Телефона здесь нет. Дочка вырвала, побежала делать свои дела. Но вот сюда в кармашек вставляется телефончик, он закрывается на пуговичку и теперь он никогда не выпадет с вашего чехла. Чехол такой знаете хороший, плотненький, то есть он защитит от падения ваш телефон и не поцарапает его. А, да, еще сюда можно положить наушники во второй кармашек. Ну, она положила тут свои различные дискорбные карты. И также после этого чехольчик закрывается у нас вот на такую пуговичку. Я сразу думала, что это займет очень много времени, пока ты достанешь, пока откроешь. И вот мы с дочей общались, я говорю, как тебе? Она говорит, мам, честно сказать, я очень сильно приловчилась и мне настолько это удобно, то есть она любит этот чехол. Она этот чехол любит. И еще я сделала один чехол вот в виде такой вот книжки, он тоже сделал из джинса, он очень прочный, закрывается вот на такую пуговичку. Это чехол для планшета. вы видите, он у него уже побит дисплей, потому что у него не было до этого чехла и постоянно падает. Вот в данном случае его можно очень хорошо просматривать, потому что он имеет такую подставку, хорошо закрывается и также эта прочная обложка защитит ваш планшет от падения ударов. Ссылку на данный мастер-класс я оставлю под видео. Смотрите, заходите, пишите свои комментарии, оставляйте свои мнения. Если вы сделали изделие по моему мастер-классу, заходите в группу ВКонтакт, оставляйте либо в Одноклассники, оставляйте там свои фотографии и пишите свое мнение. Очень будет приятно. Ну а потом, когда соберется таких фотографий побольше, мы обязательно проведем конкурс на самые лучшие изделия, сшитые по моему мастер-классу. Ну и самый последний мастер-класс у меня был, это вот такие пасхальные кролики. Многие сейчас сталкиваются с таким вопросом, с такой задачей, как принести в школу поделки, сделанные своими руками. Вот и мы тоже сделали в школу вот такого пасхального кролика. Он не один. у него есть вот такие вот друзья, либо детки. Ну а с вами была Светлана Каспарович. Я очень рада работать для вас. Я очень рада делиться с вами своими мастер-классами. и тем более когда ты видишь в комментариях когда люди пишут слова благодарности на самом деле хочется работать и творить еще больше. Так что спасибо вам за это. Я вас очень сильно люблю. Мои подписчики или просто зрители, которые еще не подписались. Я вас очень сильно люблю. И до новых встреч с вами. Пока-пока. Му-мм.